Я как раз тут под кондиционером с посторонними шумами, но зато я купил непонятный склад. Почему непонятный? Покажу. Это коробки для документов и непонятно документы или нет. Если документы, я вы... Съем здорово, соучастники. Выиграла я этот склад за 460 долларов. Как-то дороговато за бумажные офисные ящики для документов. Но пока я участвовал в аукционе, какая-то невидимая высшая сила толкала меня постоянно в спину с намеком Ставь дальше, ставь дальше. Потом выяснилось, что-то у меня просто простреливало в спину от того, что мы до этого полдня таскали тяжелую мебель. Ну, есть как есть. Победная ставка 460 долларов. Давайте посмотрим, что с этого вышло. А это не документы. Дизель. Пусто? Нет, не пусто. Обувь. Женская. Дизель. А, здесь документы. Сумки. Здесь одежда. В общем, кто-то просто сложил в такие коробки свои вещи. Вот и весь секрет. Поэтому это очень хорошо. Ну, что еще я обратил внимание? Здесь снаружи стояла такая босса-система. Волна называется. Кельвин Кляйн. Тоже женская, да? Натуральная кожа. Ну, кожа. Роли Флорен. И новые сумки тоже есть. Есть сумки. Дорогих пока не вижу. По 100-200 баксов. Ну, по 10-20 пойдут они. Так, а что с этой стороны? Так, старые инструменты. Какие-то открытки. О, шкатулочка. А что в шкатулочке? А, шкатулочки пусто. Прямо пусто-пусто или... Да, прямо пусто-пусто. Рамы-рамы, картины, коврики на Форд. Ценник был 225, осталось 112. Еще картины, еще картины. Коробок много, сейчас я не успею сам все вывезти, поэтому мы завтра приедем и все заберем. Приехали на второй день. Босс, да. Ну, одна часть только. Не знаю, где вторая. Ну, это радио. А второе, это CD-чейнджер, да. Ну, давай, будем вытаскивать. Сломал весы. Внимание, сойдите с весов. Инструменты. Еще работают. Золото нет. Библия с золотыми страницами. 52-й год. Чикаго, Иллинойс. А вот такая. О, а здесь что-то личное. Шкатулочки ювелирные. Посмотри, сколько. Тяжелое. Тяжелое? С камнями. Оно открываю. Ух ты. Серебро, да? Может, еще и золото? Нет, вот там. Вот, вот. Сейчас посмотрю. Вот это хороший сундучок. Что? А? Почему не прикоснусь, везде золото и грязь. Говорит, еще что-то нашел. Что здесь? Ой, здесь деньги. Да, вот. Посмотри, сколько мелочек. А это, смотри, четвертайки. Квотеры, да? О, да. В общем, здесь, о, смотри, бабки. По два доллара. Не стоит ничего. А, посмотри, не стоит ничего. Видишь звездочка в конце? Не стоит. То есть, ты не в курсе, да? А история такая, что когда печатают деньги, и случается брак на производстве, и эти купюры надо заменить, законом запрещено дублировать номера, и поэтому убирают последнюю букву и ставят вместо нее звездочку. Это не есть большая редкость, они часто встречаются в обороте. В интернете есть много видео о том, как люди берут в банке пачки денег, перебирают их, отбирают редкие купюры, а эти деньги завозят назад на счет. И очень часто попадаются. И есть специальные сервисы, на которых можно вбить номер купюры, и там покажут, насколько он редкий. Потому что есть очень дорогие серии. Вот один доллар был продан за 475, такой за 500, такой за 950, вот купюра за 2000 и даже за 2500. А вот купюры в продаже по 30 и даже по 40000 долларов. Но вот эту двушку перепродают? В истории можно увидеть, что в 15-м году кто-то купил ее за 17625 долларов. Не, ну это очень крутой номер. Запонки. Могут быть золотые. А вот это? Ложки. Англия. Непонятно, по золотому что ли? А у тебя? У меня один доллар. Можно я вот эту возьму? А, 14-крат написано. И цена 200 долларов. У меня тоже 500 меньше. Ого. Не, не золото. Ну, нормально квотеров. Как думаешь, сколько? Долларов 50-60. 50-60. Что здесь? Тебе видно? Да. И что там? Роджер сброс. А, Роджер Сэн Сан. Похоже на серебро. У тебя одна вилка такая. Это у меня IS. Это не серебро. То есть, может быть, вот там одна вилка какая-то серебра. Но не с этого набора. Можно. Посмотрим. Здесь какой-то клейма. Здесь какой-то клейма. Так. А здесь? А здесь там и не посмотрели. Бабушкин, ну, тряпочки такие, знаешь, как заворачивают. Что-то очень старое и ценное. Вот. Да. Золото? Это золото. Видно по карабину, по креплению. Это AVEN. Это не золото. А это золото. Вот. 14 град. Золото, но как-то полы внутри. Хочешь протестить? Ой, хорошо, как выглядит вообще. Вот есть пробы на этом вот. Что, золото? Нет, показывает, что не бриллианты. Здесь что-то, да? А ну. Вот 600. За что? А здесь 180. Здесь прям много. Много? А ну, а ну, а ну. Можно я, можно я. И 9 на 20 штук. У меня золото. У меня золото. Наверное, нет. А вот у меня золото. Сережки. Но у меня еще не все. У меня еще до мешок. А, какой ты, смотри, ничего себе. Это тоже золото, оно такое легкое очень. И рыбка золотая. Смотри, какой ты рыбак. Везде он рыбу слоит. Не простую, а золотую. Ну, вот это вот тяжелое. Вот это уже имеет вес, кстати. Еще. Не останавливайся, пожалуйста. Продолжай. Ого. Мне нравятся рыбы, и это кольцо. Это тоже, кстати, золотое. Не знаю, вот посмотрите. Скорее, что золото, и все. Такие мелкие бриллиантики. Здесь вот пробы. Все есть. 550 долларов, но оно нелегкое. У тебя еще. Сейка. Давай, посмотри. Вот это тоже может быть бриллиант. Тоже есть пробы. На это мы удачно зашли. А вот этот. Вот это не Japan. Еб... Вот. Так, я думаю, что этот далеко не уйдет. Да ладно. Да, кто первый взял, того и есть. Ну-ка. Все, все, это бриллиант. Сколько он стоит. Что, может, там, тысячу пять стоит, наверное. Нет? Этого мы уже не узнаем, потому что на оценку она не идет. Посмотри, какой он красивый. Тебе не снимается. Средь белых? Так уже все. Мне придется перчатку просто обрезать. Тебя так узнавать начнут по кольцу. Посмотри, какой красивый. Да ладно, блин, красивый. Нет, это не бриллиант. Нет, это не. Вот это может быть какой-то фирмы. Потому что видишь, как ты делал на изделе. Вот это интересно. Тоже бриллиант? Вот этот каратник. Этот большой. Так, какое твое? Да вон то. Не-не-не, ну... А вот это, кстати, может быть, типа, кортье и стоит еще больше, чем твое. Держи тогда тебе вот это. А это нет, не настоящее. Складывай все. Seiko Japan. Золотая полностью. Ты думаешь, что больше нет? Это все, да. А, вот еще дальше. Ты не открывал еще куку-нибудь? Нет. А что там? Да, ерунда тут такое. Это же что? Золото все. Них***! Них***! Ты обалдел, что ли? Говорит, а ни х***а, высыпал кучу золота. А это 14 карат. Да? 80 долларов. Тоненько. А у меня? Вот золото, смотри. У меня 785. 700? Это потому что бриллиантики здесь. Как-то ты так небрежно высыпал. 14 карат 975 долларов. 475. 545. А у меня 750. А у меня 380. Ну у тебя чуть поменьше. Бриллианты. 545. А это все, да? Да. А здесь внутри? Здесь все. 79. Вот бриллианты красивые. 520. Вот маленький бриллиантик. 475. Это не золотая впайка, это золотая монета сверху. Ну вот это красиво. 780. Может 108? Нет, 780. Так может тут был какой-то магазин, слушай, все с ценниками. Весь магазин? На, держи. Я нашел тебе кольцо. Вот. 28 долларов. Он стоил раньше вот такое. Что здесь замотано? 14 карат стоит. Белое золото. Я думаю, что заматывали, чтобы размер уменьшить. Ладно, ну надо будет все это пересмотреть, возвесить. Удачно, короче, не зашли опять вот это. Это золото. Что? Монета. Ну, обычно. Что за монеты? Она откроется. Ого. Да. Размер. Где карте? Где карте? Так может он где-то здесь? Так что там. А, рыба повисла. Вот рыба я хотел посмотреть. Проба есть. Золото есть. И на ней пробы есть. Тяжелая. Очень редкая. Здесь на центре нет. И хорошая, когда серебро. Да. Вот видишь, возможно, это был магазин. Ювелирный. Да. Смотрите, все штуки. И вот группа. Если в тех коробочках. Каталоги, каталоги. А здесь что? Ой, здесь много тоже, слушай. Блин, сколько все. И вот. Вот золото. И вот золото. И вот золото. Блин, вот это находка у нас. А как вам такое? Вот это я называю клад. Нашли. И пусть клад будет ключевым словом сегодня. Так посмотри, сколько здесь все. Это золото. Ну, оно такое легкое, правда. Украшение. Украшение. Часы. Такое. В общем, что я предлагаю. Давай заберем у себя спокойно. Распакуем. Потому что здесь люди ходят. Да, и как-то немножко, ну, не камильфо. Ёхан-дрохан. Да, ну и бижутерий тоже много. Что, у вас же ехать в отпуск, да? Какой отпуск? Не-не-не. Серебро. В общем, ладно. Погнали. Документы какие-то диски. Где? Евгений, где магазин делся? Не знаю. Я не знаю. Нет, ну я согласен. Нам и так хорошо перепало. Но я надеялся, что здесь еще будет. Винтаж. Ага, точно. Да, Zinger. 2, 2, 1. Начиналось очень хорошо. Я согласен с тобой. Документы просто, да? Открытки. Магазин. И магазин где-то был в Снегуме здесь. Где-то может Чикаго, Нью-Йорк. Нью-Йорк, да? А что ты нашел? В джулери написано Нью-Йорк. А ну. Аба-ба-ба-ба. Еще не все закончилось. Заводи тестер. Видишь, мне вообще нельзя коробку загружать. Надо только искать, видишь? Ну, давай посмотрим. Давай еще коробочки я тебя жду. Значки золотые. Значки это интересно. Они бывают дорого стоят. Security. Ничего себе. Это должны быть часы. Точно. Паркер. Так, это непонятно. Пробу я не вижу. Тоже не ясно. Это в нос или куда-то. Непонятно. Здесь что-то внутри. Во. Вот это уже это точно. Тут видно. Золотые очки. Ух ты. Да не, не золотая. Как знаешь. Не останусь написано USA. Здесь? Не. Ну, это было бы круто. Серьезно. Поможешь, пожалуйста? Толстые руки, да? Ну, здесь можно удлинить. Дальше документы. Мне слишком давит, слушай. Да. Жалко, что он не из золота. Интересный разнос. Или поднос, как правильно? Это бронза. Симпатично. Микки Маус. Волд Дисней. Детей утром будить нормально, да? Здесь для шитья все. Блин, ну давайте магазин золота ищу. А у меня снова бумага. А у тебя снова одежда. А хочется еще золота, да? Хочется еще золота. Согласен. Посуда. Корея. Корейская посуда. Не знаю, что она стоит. Еще коробочка интересная. Здесь какие-то фотографии личные. А здесь что-то есть. Здесь уже не фотографии. Что такое тяжелое здесь? Монеты. Так, монеты, это хорошо. Эй, вон, часы. 1981 год. Не золото, но может что-то стоит. Так, это все фотографии. Это надо доставить. Такие старые фотографии. Это уже личные. А вон браслет. Обречальное кольцо. Тяжелое. Ну, именно старое такое золото. Да, смотри, как это. Карат 18. И там еще может быть какая-то фирменная. Что-то написано, да. Сережки. Джей Альфонсо Фишетти. Блин. Значки золотые. Я думаю, что здесь тоже кольцо. Смотрите, какие упаковки для кольца. Вот одно, вот второе. Ну, я нашел фотографии. Семейная пара, очень пожилая. И я думаю, что это их вещи вылезли. Вот такие брошки иногда дорогие. Бывают из серебра, но стоят как золото. Вот эта коробка интересная. Последний раз монеты мы нашли. Которые были очень в цене. Морган. Какого года? 900. Серебро, серебро. Все серебро. Ой, что-то уколол себе палец. Да, это Морган. 25-35 долларов. Еще гольф. 25. Может бриллионтики, да? Ну, такого размера они не особо ценные. Что-то тяжелое. Пудреница. Эта пудреница недорогая. 125 долларов. Есть подобные даже по 30. Вот так и жизнь прошла, видишь. Поэтому не теряйте время. Много всего надо успеть. Тоже серебро. Морган. 1887. Серебро, серебро. Не, не все серебро. Эти не серебряные. 10 тысяч лир. Италия, нет? Такой запах. Как старый чердак. Вот так жизнь прошла. И все золото, все эти бриллианты уже ничего не стоят. Самое ценное это время. В мусорных пакетах, коробки. С чем? Нет, какие-то фотографии. Блин, какой он с сыростью тянет. Я прямо чувствую, как я нюхаю этот грибок. Он такой на запах не очень. Как обычно слайды. Слайды, да? Слайды продаются. То есть родители съехали, они освобождали дом и все продавали. Устроили распродажу. Цена 150 долларов. Еще машинка Зингер. А, кстати, здесь итальянские платки. А здесь машинка Зингер. Номер AJ. 221 Зингер. Очень популярная модель. И не дешевая. Проданных 400 долларов. 600. 900. 1500. 2000. 3000. 7500. И 60 тысяч долларов. Но они продали ее по оферу. Какая именно сумма была, мы не знаем. Но видно, что это очень редкая модель. Модели надо смотреть по номеру. У нас попались не очень редкие модели. Но минимум 1000 долларов за пару мы можем получить. А, это Япония. Это Италия. Их тут, наверное, штук 40-50. Ленокс. Долларов 50 Ленокс. Сделано в Польше. Хрусталь. Не довезли до склада. Привезли это домой. Сидим, разбираем дома. Серебро. Много золота. Зубы. Лорензо. Ну, это интереснее, что на диваны таскать, правда? Евгений, как тебе вечерок? Да, интереснее. Еще один ценник от чего-то потерялся. Я не могу найти. Может, от этого шурупа. Или, допустим, вот это колечко. Дизайнерское колечко J-Rossi. 18 карат. Как вам это будет долларов 170? Ну, может быть, 180. Но изделие этого автора в продаже, посмотрите, 800 долларов. 1250. Здесь очень много дизайнерских работ. Мы перебрали две большие коробки. Много серебра. Потому что есть, допустим, вот такие изделия из серебра. Мексико. И вот такая штучка запросто может стоить 200 долларов. Серебро. Вот подобное серебро 250, 300, а такое 500. Вот изделие посложнее полторы тысячи. Вот это изделие надо проверить. Здесь пробы нет. Но большое подозрение, что это все-таки золото. И если это золото, это будет стоить дорого. Такое же кольцо. Вот это 14 карат золота. Вот это 18 карат. Это 18. Здесь 14. Ну, в общем, много. Кольца необычные. Это 18. Блин. Это 18 карат. Это серебро. Это серебро. Значки такие проверили. Продаются где-то по 50 долларов за штуку. 10 карат золота. Вот эти изделия непонятны. Пробы на них нет. Их надо будет перепроверить. Нашлось три рыбы. Это рыба. 18 карат золота. Симпатичная рыбка в проданных за 600 долларов. А вот немножко больший размер вместе с цепочкой 1100. Это вместе с цепочкой будет стоить где-то 800 долларов. Здесь пробы нет. А это я думаю, что серебро. Но пробы я тоже не нашел. Часы не особо ценные. Поэтому задача такая. Сейчас отделить золото, которое идет в лом. Новое на продажу. Дизайнерские изделия. И остальную бижутерию, которая будет продаваться дешево. Мы нашли документы хозяина юнита. Хозяин 1918 года рождения. Часы прикольные, да? От 70 до 150 долларов в проданных. Здесь стоит 14 карат внизу. Ну, вот как это можно отдать на лом? Или вот такое кольцо с монеткой. Или вот такое дизайнерское с бриллиантом. Можно продавать не так быстро, по чуть-чуть. Но будет дороже. А потом можно и на рыбалку, да? Сто лет ее не видел. Написано, что серебро. Костян, хочешь себе такое? Хочу. А у тебя же есть, нет? Ну, маленький стал. Маленький стал? Да. У меня на мизине ничего нет. А сейчас уже будет. Бриллиант 1 карат. 14-ти каратное золото. Ну, 585-ое. Оно весит грамм 12, наверное. Я тебе оцениваю 1000-1200 долларов. 12 грамм, да. И тут Костян абсолютно прав. На следующий день я показал это кольцо скупщиком. Они подтвердили, что это бриллиант, что это 1 карат. И предложили сходу за кольцо 800 долларов. Я сказал нет. Они сказали, ну ладно, давай 1000. Я сказал тоже нет, потому что это кольцо надо отдать на проверку. И в зависимости от характеристик камня, это кольцо может стоить до 3000 долларов. Поэтому здесь торопиться не надо. Слушай, а что с этой университетской печаткой? Мы ее нашли, нет? Она где-то в коробках до сих пор у нас. Короче, мы сложили все в коробки, завезли. И сейчас даже руки туда не дошли. Монеты, кольцо золотое. Но на этой неделе мы точно это сделаем. Мы вчера сидели, ковырялись, перебрали. Не все. Не все перебрали, потому что всего очень много. Такое дизайнерское серебро мексиканское, допустим. Он может сам камень стоить, две штуки баксов. Костян, смотри, что самое интересное. С бирками. Новые. Только провинился, приходишь, жена, тебе подарок. Да если было бы так, у нее места на пальцах не было. Да не переживай, она найдет где. Это гранат. Кстати, тоже ценный камень. Это может быть цитрин, а может быть топаз. Если это даймонд, то все, то переезжаем на берег сразу. В общем, какая история. Я вчера взвесил все золото, ну, возможно все. И у меня получилось чуть более 300 грамм. Нашли старые винтажные фотографии хозяина. Витрины здесь прямо ожерелья висят. Такой ювелирный шкаф. И если кто-то по незнанию рассказывает вам, что люди не оставляют драгоценности в сториджах, а только арендуют для этого банковские ячейки, но можете у них поинтересоваться, каким образом такие три коробки влезут в банковскую ячейку. Ну, может какой-то специальный резиновый банк, я не знаю. Хранят редко, но хранят. И получается 300 грамм на вес, если просто вот так взять сейчас все, отвезти, скупщику и отдать, это будет 10 тысяч кэшен. Плюс мексиканское серебро, плюс фэшн джулери. Ну, а если продавать это частями, допустим, вот это кольцо... Блин, сори. Допустим, вот это кольцо может стоить больше тысячи долларов. И вот это, и вот это. С этими попроще, на них ценники есть, поэтому... Евгений, или что скажешь? Или просто будем скидывать в банку и собирать килограмм? Не, будем продавать. Будем продавать? В общем, если не торопиться продавать поштучно, с правильным описанием камней, плюс дизайнерские украшения, плюс серебро, плюс швейные машинки, этого вполне реально получить больше 20 тысяч долларов. Насколько больше, там будет видно. Поэтому поиск клада в этот раз официально считается удачным. Мы продолжаем снимать, а с вас лайк, подписка, поделиться. Это победитель этого выпуска с комментариями, в которых есть ключевые слова. Пришлите мне на почту номер вашего кабинета с сайта EOSA на диване, это сервис отправок посылок из США, и они отправят вам нещики в виде автомобильных номеров США. Всем респект, уважуха, кто оставляет ключевые слова в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотры. Я всем желаю крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока.